МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полис обязательного медицинского страхования". Узнайте больше о своих правах и возможностях в программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Аптечная сеть Эволар. Скидки на продукцию до 50%. Глицин 39 рублей. Фитолакс 99 рублей. Телефон 222-02-50. Медицинские услуги подробнее о сроках ожидания, видах помощи и ваших правах в системе обязательного медицинского страхования. Счастливая женщина, гармоничная семья. Самое важное о женском здоровье. 90% взрослого населения. Неутешительная статистика патологии стопы. На сегодняшний день плановый прием врача, диагностическое обследование и лечебные мероприятия в амбулаторных условиях осуществляются в порядке очереди по предварительной записи. Везде действуют свои сроки ожидания. Например, сроки планового приема врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики составляют не более двух рабочих дней со дня обращения. А к узкому специалисту по направлению – порядка 10 рабочих дней. Срок ожидания диагностических, инструментальных и лабораторных исследований согласно территориальной программе – 10 дней. Если же назначена компьютерная томография, магнитно-резонансная томография или ангиография, то срок ожидания здесь увеличивается до 30 дней. Направление не требуется к таким специалистам, как офтальмолог, гинеколог, стоматолог, травматолог и дерматолог. Если требуется консультация узкого специалиста, которого нет в поликлинике, лечащий врач должен направить пациента в другую медицинскую организацию, работающую в системе обязательного медицинского страхования. С момента получения направления на госпитализацию, если это дневной стационар, то нашего застрахованного должны определить на дневной стационар в течение 20 рабочих дней. Если же это круглосуточный стационар, специализированная медицинская помощь, то ожидание в течение месяца, в течение 30 дней. На практике специалисты страховой медицинской организации сталкиваются с разными ситуациями и квалифицированно решают проблемы пациентов. Пациенты звонят либо обращаются к нам непосредственно лично с тем, что лечащий врач поликлиники дает направление на исследование, биохимическое исследование крови в какой-либо из частных клиник города Новосибирска, которые не работают в обязательном медицинском страховании. Пациент идет и платит там свои деньги. Биохимический анализ крови входит в перечень услуг, предоставляемых бесплатно. И брать за него деньги – это нарушение ваших прав. Если права пациента нарушаются, необходимо позвонить в страховую компанию, застраховавшую данного пациента. И чтобы специалисты страховой медицинской организации помогли разобраться в этой ситуации и получить этот вид исследования бесплатно. Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья, говорил философ Артур Шопенгаур. И с этим не поспоришь. Сегодня наш разговор о женском здоровье как самым важным и драгоценным, что женщинам, будущим матерям, дает природа. И интервью, конечно же, с женским доктором. Дмитрий Александрович Соляников. Врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Новосибирской областной больницы. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского университета. Стаж работы по специальности 4 года. Все начинается с семьи. И, конечно же, мама для девочки в идеале – это лучшая подруга, первая советчица, мудрый наставник и пример для подражания. Какие знания мама должна передать своей дочке, чтобы девочка с малых лет заботилась о себе и о своем здоровье? Ребенку мама должна привить, конечно, правила личной гигиены. Что касаемо более старшего возраста, скажем, пубертатного периода девочки, здесь речь пойдет, конечно, о менструальном цикле. Что касается более старшего возраста, конечно, здесь должны обсуждаться вопросы контрацепции, также профилактика нежелательной беременности, чтобы снизить количество и статистику абортов. В каком возрасте девочка должна узнать, что есть особый доктор – женский. По приказу Министерства здравоохранения каждая девочка должна быть осмотрена гинекологом до возраста одного года. Так что это бессознательный, скажем так, период, и девочка еще не будет знать, что это за доктор и зачем все это делается. Ну, а в дальнейшем это осмотр перед садиком, осмотр перед школой. Естественно, когда ребенок не готов к этому, для него это будет стресс. Если мама правильно подготовит к приему гинеколога, то мы снизим это риски на нет. Как часто женщина должна обращаться к гинекологу? Давайте напомним, какие заболевания могут начинаться бессимптомно. Вопрос довольно важный. И большинство, скажем так, даже онкозаболеваний на первичном этапе развития, они происходят бессимптомно. Поэтому, наверное, придуманы эти профосмотры. Каждая женщина должна посещать для более ранней диагностики или для диагностики заболевания на более раннем этапе, для, опять же, более адекватной терапии и более благоприятного исхода. Женщина раз в год должна посещать гинеколога со всеми обследованиями, со всеми первичными анализами. Как неблагоприятные экологии стресса, а также вредные привычки влияют на женское здоровье? Экология действует, наверное, на весь организм. Здесь не только можно говорить о гинекологии. Что касается стрессов, стрессы, да, это плохой фактор для женского организма. Скажу простым языком, что гормоны, стрессы влияют на выработку гормонов, которые участвуют непосредственно в регуляции менструального цикла женщины. Соответственно, если будет множество стрессов, если женщина находится в состоянии постоянного стресса, здесь могут быть вызваны как нарушения менструального цикла, которые в дальнейшем будут влиять и на репродуктивную функцию. Курение и алкоголь на женщину, конечно, влияют отрицательно, как и любые другие вредные привычки. И для женщины, планирующей беременность, или для женщины, уже, скажем, находящейся в положении, эти привычки не пройдут бесследно. Поэтому лучше от них отказаться. Давайте поговорим о заботе женщины о себе в период планирования беременности и в тот момент, когда она уже ждет появления малыша на свет. Женщина на этапе подготовки к беременности. Сейчас рекомендуется, конечно, тоже пройти обследование. И обследование должна пройти по возможности семейная пара, не только женщина. Здоровье мужа играет тоже немаловажную роль. Уже беременная женщина наблюдается в женской консультации, что касаемо первой половины беременности, там, до одного раза в месяц. Что касаемо второй половины беременности, здесь уже немного чаще, может быть, два раза в месяц, может быть, еще чаще. Для чего это все делается? Для, естественно, для выявления отклонений от развития, для выявления каких-то патологий на более раннем этапе. Но все же лучше, чтобы профилактические визиты даже к самым лучшим врачам все же были профилактическими, чтобы серьезных заболеваний у женщины не было. Ваши пожелания нашим телезрительницам. Счастья вам. И, как говорится, каким бы ни был наш век на стадии научно-технического и медицинского прогресса, здоровье останется неизменной частью для нас. Будьте здоровы! Всем нам хочется быть здоровыми, красивыми, иметь тело с отличными пропорциями. Что может этому помешать? Нарушение баланса в организме. В частности, переизбыток жиров. Подкожный жир у нас на виду, но внутренний, висцеральный, хоть и не виден, опасен для здоровья. Он откладывается вокруг и в самих внутренних органах, ухудшает их работу. Природа не просто так создала внутренний жир. Он нужен нам, но в то же время количество его должно быть соизмеримо с тем, какую пользу он для нас несет. И чем больше внутреннего жира, тем меньше остается лет жизни человека. Внутренний жир является своеобразным бампером для любого органа. Орган одевается в эту капсулу жировую, и он обладает более весом тяжелым, ему тяжелее работать. Особенно тяжело, когда жиром обрастает сердце. Ему тяжело реально сокращаться. Накопление висцерального жира больше подвержены мужчины, чаще после 40 лет. И то, что многие из них в шутку или всерьез называют своим авторитетом, при этом имея в виду выдающийся живот, на самом деле не что иное, как большие объемы висцерального жира на внутренних органах. Один из видов диагностики – биоимпедансные весы, определяющие мышечную массу и количество жира в организме. Элементарный способ – взять сантиметровую ленту и померить объем живота в самой максимальной точке. У женщин это 88, ну максимум 90 сантиметров, у мужчин это 100 сантиметров, вот от этой цифры нужно отталкиваться. То есть если больше 94-100 сантиметров, ну 104 еще дается, как бы такой вот граница верхняя и нижняя, то уже это избыток идет значительный из цирального жира, и нужно уже с этим работать. Работать комплексно. Следить за питанием, избегать большого количества быстрых углеводов, не передать на ночь и заниматься спортом. Физические упражнения создают дополнительный энергорасход. Если силовые тренировки, да, это опосредованное сжигание жира, то есть через силовую тренировку мы тратим энергию, и в процессе восстановления она восстанавливается из жировой ткани. И есть кардиотренировки, именно аэробные кардиотренировки, они непосредственно сжигают жир. Вообще не существует никаких специальных упражнений для локального сжигания жира. Если кто-то предлагает вам суперметодику для того, чтобы убрать, например, висцеральный жир, жиры там с ягодичных, с бедер, это неправда, так не бывает. Если доля висцерального жира в организме слишком велика, растет угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или инфаркта, тромбозов, гормональных нарушений, варикозного расширения вен. Причина накопления висцерального жира может заключаться и в стрессе. Специалисты рекомендуют контролировать свои мысли и эмоции, осознавать, что дает та или иная пища, и помнить, что общее соотношение висцерального и подкожного жира должно составлять 10% к 90, где внутреннему жиру достается меньшая доля. Человеческие стопы имеют сложное строение. Из 206 костей скелета 52 находятся в стопах. Они реализуют одну из самых важных функций в жизни человека – возможность прямохождения. Незначительная площадь поверхности стоп несет на себе весь вес человеческого тела. На сегодняшний день различными видами нарушений стопы страдает порядка 90% взрослых. Наглядно посмотрим стопу, косточки. То есть без связок и мышц она бы лежала вот в таком положении. То есть это и есть, собственно, продольная плоскостопия. То есть все, что делает стопу именно правильно функциональной единицей тела – это именно связки и мышцы. И проблема сейчас состоит именно в том, что, во-первых, у людей в связи с образом жизни мышцы, как правило, нефункциональные. Во-вторых, очень много сейчас так называемой дисплазии. То есть большинство детей, подростков мы видим с так называемой дисплазией с садительной тканью. То есть это особенность строения связок, когда они более длинные, они хуже фиксируют суставы. При отсутствии хорошей мышечной поддержки сначала формируется плоскостопие. Параллельно с ним возникают различные нарушения осанки – сколиозы. Если на эти изменения вовремя не реагировать, то итогом вполне может быть артроз. Для исследования стопы используется специальный прибор – подометр. Проведем эксперимент прямо на мне. Посмотрим, как функционируют мои стопы. Этот процесс называется подометрия. Подометр представляет собой цифровой сканер, измеряющий нагрузки на стопу. Результаты сканирования обрабатываются специальной программой. По этим данным можно определить, насколько верно распределение веса тела на поверхности стоп и выявить первые нарушения. Мы видим участки перегрузки. Они указаны красным цветом. Менее нагруженные по шкале, ближе к синему-голубому цвету. Мне повезло. Серьезных отклонений от нормы врач не обнаружила. Но статистика говорит сама за себя. Где-то процентов 60 взрослых – это наличие перегрузки в переднем отделе стопы. Чаще, конечно, у женщин. Ну, мужчины тоже догоняют. Но у женщин для этого есть причины. То есть, конечно, ношение высокой каблучной обуви. Здоровые стопы – сегодня большая редкость. Для выявления проблем на ранней стадии рекомендуется посещать врача-падиатора не реже раза в год. Он предложит правильный метод коррекции. Основной метод единственный, это надо понимать, то есть это именно ортопедические стельки. Проблема в том, что готовая стелька, она делается на среднестатистическую ногу. То есть, расположение всех этих выкладок, оно примерно. У людей, как правило, стопы индивидуальные. Причем даже на правой и левой ноге, вот мы видим, отличаются. Поэтому мы пришли к выводу, то есть, мы поработали и по подбору. Мы пришли к выводу, сейчас, слава богу, появились такие технологии, что оптимально – это именно индивидуальное изготовление. Для индивидуальных ортопедических стелек используется термопена, соответствующая всем санитарным нормам. Такие стельки можно мыть и носить на босу ногу. Сначала образец подгоняют под конкретную стопу, затем добавляют необходимые элементы, после разогревают до 50 градусов и формируют по вашей ноге. В результате педометрического обследования врач мне посоветовала сделать индивидуальные ортопедические стельки и некий курс специальных упражнений для ног. Естественно, я прислушаюсь к ее советам. Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях. В программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин